Вот когда я уйду на пенсию, тогда может будет интересно. А так, что сказали, то и делаю. И пофиг, что это, люди страдают. Всем привет. Сегодня шокирующее видео. Такого вы еще не видели и не слышали. На канале Сургутнадзор вы, наверное, уже видели. Видео называется ЖКХ-террор от 3 и от 2 февраля. Еще одно видео, когда меня отпустили. Можете сами посмотреть, увидеть, что происходило. Я расскажу о том, что происходило 3 февраля. Сразу скажу, что все записи уже давно хранятся в надежных местах. Если что-то со мной или с моими знакомыми случится, будет опубликована полная версия. 3 февраля 2021 года, то, что я видел и слышал сам. 2 февраля 2021 года мне отключили свет. На следующий день мне повторно отключили свет. Дальше события буду озвучивать то, что происходило 3 февраля. Позвонил 102, сказал, что угроза жизни. Позвонил 102 и вызвал МЧС. Проигнорировали. Через 5 минут 50 секунд приехал наряд полиции. Под угрозой применения физической силы меня задержали и доставили в полицию. По статье 19.13 заведомо ложный вызов. В отделе полиции в 10.55 Луценко Дмитрий Николаевич, начальник отдела полиции номер 3. Тот самый Дмитрий Луценко, который меня дважды в 2018 году направлял в психушку. Он же был начальником отдела Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сотрудники которого крутили не только меня 3 месяца, но и все мои окружения. И пытались сделать из меня террориста, экстремиста. И в итоге сдали в психушку. В которой меня не кололи, не пичкали. Удерживали 62 дня незаконно. То есть лечения не оказывалось. Вышел по апелляционному определению. Также я там увидел Евсеева Геннадия Вячеславовича. Это замначальник отдела полиции номер 3. Вот он Евсеев в 2018 году. Он применил физическую силу не только ко мне, но и к женщине. Стаскивал ее по лестнице вниз со второго этажа отдела полиции номер 3. И повредил ей ногу. Вследствие чего у женщины возникла травма, которая требует операционного вмешательства. Так вот Луценко и Евсеев лично вышли посмотреть на меня. Как меня привели в отдел полиции. У меня изъяли все вещи и телефон под угрозой статьи 19.3. Неповиновение законному распоряжению. Завели за решетку в дежурную часть. То есть лишили свободы. В 10.44 в отдел полиции номер 3 приехал. И в 10.54 уехал на машине Хонда пилот Русин Алексей Александрович. Директор ООО УК ДСВЖР. Та самая управляющая компания, которая и предъявляет претензии. По оплате якобы долгов за коммунальные услуги. Со слов сотрудников полиции он привозил документы. Я предполагаю, что он вступил в сговор с начальством отдела полиции номер 3. Непосредственно дал указания. Об этом я озвучу позже. Через некоторое время меня повезли в ПНД в четвертый раз. То есть дважды направлял Луценко. И третий раз по решению суда. И в четвертый раз, как будет дальше слышно, возможно по устному приказу Евсеева. В качестве основания указан протокол, подписанный Кондууровым Евгением С. На свидетельствование. Копию мне не выдали. Полицейский статюк Владимир Владимирович при всех врал и отказал мне желание позвонить родным. Угрожал статьей 19.3 и применил физическую силу для того, чтобы доставить в ПНД. Всячески при всех уверял, что мы едем не в ПНД, а просто в больницу. Это происходило прямо на пороге при входе в отдел полиции номер 3. Но как только мы сели в машину, он сказал, что да, едем в ПНД. В ПНД завели сразу в приемное отделение. Приемный врач был Боряков Евгений Михайлович. И они сразу начали оформлять. Я сказал и потребовал, чтобы вызвали Гусейнова Фарида Альбертовича. Это тот самый врач, который на мои вопросы, чем мне писать апелляцию, два года назад сказал, пиши кровью. Но я так предполагаю, в этот раз он мне очень помог. Он пришел не один, он пришел с заведующим отделением Марчук Юлией Владимировной. Мы поговорили и они сказали, пиши отказ. Я попросил чистый листок и красную ручку. И красной ручкой на чистом листе написал волеизъявление со смыслом запрещая любое медицинское вмешательство. После чего Боряков сказал, мы вас больше не задерживаем. Но полицейский статюк сказал, что лучше пройти в соседний кабинет и пройти о свидетельствовании. Если я откажусь, то будет административка по статье 6.9. Это потребление наркотических средств. Я отказался. Волеизъявление уже было написано. Я сослался на волеизъявление. Боряков распечатал и вручил мне акт с отказом от освидетельствования. Копию волеизъявления моего он отказался заверить. Естественно, у меня не было телефона с собой, чтобы все это зафиксировать. Меня доставили обратно в отдел полиции номер 3. Составили протокол по 19.13. Заведомо ложный вызов. Это административная статья. Административное правонарушение. Личность персоны установили по форме 1П. Мне распечатали повестку-пустышку на следующий день, на 04 февраля 2021 года. Выдали вещи и отпустили. А теперь я поведаю вам об обратной стороне событий, происходивших 3 февраля. Напомню, до суда по ЖКХ на тот момент оставалось менее 8 суток. Суд по ЖКХ должен состояться 12 февраля. Далее по тексту идут мои предположения, насколько я это все расслышал и распознал. Сразу после приезда Русина Алексея Александровича, директора ООО УК ДСВЖР, та самая управляющая компания. Как только он приехал в отдел полиции, Евсеев Геннадий Вячеславович устно дает прямые указания. Надо будет его в ПНД спустить. Вменяем психотропку по статье 6.9, это употребление наркоты, по полной. Поставлена конкретная задача, сдать сразу психушку по уголовке за сообщение о таракте. Если откажет, то на медосвидетельствование. Если согласится на свидетельствование, то подлить туда, я предполагаю, что в мочу, статья 6.9 и арест и в камеру на 7 суток. Если откажется, то два свидетеля и статья 6.9 и арест и в камеру на 7 суток. Напомню, до суда оставалось 8 суток. Ничего не получилось и привезли обратно. Надо повторно освидетельствовать на статью 6.9 на наркотики без свидетелей. Они хотели поехать в ПНД повторно, но потом предложили пригласить доктора в отдел полиции. Они искали штатных свидетелей и старых режимных. Не нашли. Хотели прокатить в какие-то шахматы. Возможно же на рокировку с бутылками устроить. Они хотели закрыть в камеру на ночь. И, допустим, если бы я пописывал в бутылку, то, возможно, была бы подмена. Они приходят к выводу, что ничего не выйдет. Пытались бадрить материалы дела именно по 6.9 некому Игорю Ивановичу. Потом некой женщине. Никто не брался. Потом они звонят неким авторитетам. По смыслу это участковый и получают характеристику. Никогда не употреблял и денег нет. После этого они решили составить протокол только по 19.13. Это заведомо ложный донос. 4 февраля материалы дела по 19.13 в мировом суде не оказалось. Дальше проходной нас не пустили. Дежурный участковый собственноручно выписал новую повестку на 15 февраля 2021 года. То есть это сделал не сотрудник мирового суда, а некий дежурный участковый. Он под видео сказал, что он имеет на это полномочия. На мой взгляд, прослеживается четкая связь между посещением директором ООК ДСВЖР, отдела полиции, и попыткой сдать меня не просто в психушку на неопределенный срок, но и попытка оформить по статье 6.9, это за употребление наркоты, чтобы я не смог подготовиться к суду, как минимум на 7 суток. Я выражаю свое полное недоверие лицам, работающим по контрактам на юридические лица. Отныне ни о какой чести мундира не может быть и речи. Народ, сразу озвучивай на будущее. Я никогда не употреблял ни тяжелых, ни легких, ни химических, ни тому подобных. Вообще ни в каком виде наркотики. И не собираюсь этого делать. Алкоголь я не употребляю более 14 лет вообще ни в каком виде, даже в виде лекарств. А теперь смотрим, как это все было. Самое главное, для чего это нужно было, чтобы люди знали эту обратную связь. Чтобы знали, что творится действительно на... Дежурная часть УВД по Сургуту, сержант Ятимов, слушаю вас. Как фамилия? Я Тимов. Я Тимов? Да. Примите сообщение о совершенном преступлении. А, слушайте, давайте наряд сюда. Какое сообщение? На адрес какой вы говорите? Роспект Консомольский, 21-16. 21, квартира 16. Что там случилось? Угроза жизни. Кто вам угрожает? А, террористический акт. Во, давайте, террористический акт. Как вас зовут, фамилия, имя, отчество? Живой мужчина, хозяин имени Антон. Еще раз, как? Живой мужчина, хозяин имени Антон. Вам нужна это... Я знаю, у вас там система персон, вам нужна это, имя, отчество, фамилия, да? Как вас зовут, фамилия, имя, отчество? И что у вас случилось? Вы мне нормально объясните? Нет, я вам поясняю. Смотрите, я живой мужчина, хозяин имени Антон. А имя персоны, которая вам нужна, Антон Николаевич Булгаков. Что случилось еще раз конкретно? Совершен теракт. Повторно причем, дважды. Вчера был теракт, и сегодня теракт. Комсомольске 21, 16, ожидайте. Жду. Здравствуйте. Вы позвонили в службу. Служба 112 города Сурбута. Слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Мне нужна служба МЧС, которая занимается экстренными вызовами. То есть, произошло отключение от электричества, жизнеобеспечивающего ресурсы. Мне нужно, чтобы они приезжали. Какого? Электричество. Мне необходимо, чтобы они подъехали и восстановили все обратно. МЧС не выезжает. Как-то не выезжает. Вы меня соедините с МЧС. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, какая проблема у вас? Что случилось? Вчера и сегодня уже повторно приходили какие-то хулиганы и отключают от электричества. По какому адресу проживаете? Проспект Комсомольский, 21, 16. Именно в вашей квартире отключают электричество? Не в квартире, а на этом в электрощитке в подъезде. По управляющей компании обращались? А что обращаться? Они представляются, что у них есть управляющая компания, но ни один документ не показывает. Они в масках все. Я откуда знаю, управляющая это компания или нет. Не подожди, так они что говорят? Они отключают вам электроэнергию за что? За неуплату или как? Ну, якобы за неуплату. Они подали исковое заявление. Заседание должно быть через 9 дней. А они уже отключают. Решение еще не принято. Они уже отключают дважды. Нет, но они имеют право, это в МЧС здесь вообще ни при чем. Вы ошибаетесь, они не имеют права. Смотрите, управляющая компания сейчас, согласно я не могу сказать точно, какого закона, они сейчас имеют право. Во время, когда был период пандемии, сейчас они отменили сами управляющую компанию. Они имеют право отключать сейчас электрическое создание уплату. У вас есть неуплата за электроэнергию? У меня нету. За квартиру. У меня нету. Так что вы говорите, что отключают за неуплату? Так это они так говорят. Они ни одну бумагу не показывают при этом. Ни договор управления, ни лицензию, ни доверенность. Вообще ничего не показывают. Какая лицензия должна показать, какой договор у вас есть с управляющей компанией? Нету. Вы откуда знаете? Ну а как нету? Потому что я знаю, вы должны заключать договор, у каждого человека есть... А у меня нету. Ну так вот, значит, идите в управляющую компанию, просите еще, чтобы дали вам дубликацию, как копию договора. Я еще к ним должен ходить и просить что-то. А, ну, мужчина, знаете, вы уж извините, что вы хотите, что вам МЧС приехало? Да. МЧС не выезжает. Живого мужчину отключили от этого... Ну что здесь живого мужчину? Ну как при чем? У нас государство заботится о своем населении, нет? Управляющая компания для этого есть. Понимаете? Я эту управляющую компанию не нанимал и не уполномачивал. И они свои полномочия не подтвердили ни одним документом. Ой, мужчина, значит, департамент городского хозяйства 52-44-00. Вы очень так замудрено все говорите. 52-44-00 это департамент городского хозяйства приемная. Доброе утро. Привоните туда, может, они вам что-то объяснят. Подождите, 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 телефон запишу 52-44-00. Спортамент городского хозяйства приемная. Всего доброго, до свидания. Благодарствую. Это ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Ну а почему в 15-ю звоните? Ну сколько это будет продолжаться уже? Приехал в наряд полиции, в это, хотят, чтобы я с ними поехал в отдел полиции по поводу террористического акта. Ладно, хорошо. Да сейчас в отдел полиции достану человека. Пусть ему объясняют, что такое террористический акт, что такое 40 тысяч рассветников. Я думаю, что сегодня это будет последнее. Давай. Почему вы так думаете? Ну не знаю. Согласно закону так думаю. В смысле, меня задержат или что? Я вас в ГОМ доставлю, пусть там с вами разберутся. Чтоб вы не звонили. Какой ГОМ? Третий. В смысле, они звонили? Подождите, вы не платите за услуги предоставляемые вам, правильно? Вы не платите. Пришли вам их отключить в связи с неуплатой, а вы заявляете террористический акт. Это нормально, вы считаете? Так, а если они ни один документ не показали? Ни один документ. Ну так к вашим соседям не пришли, все остальные платят, а вы что? Вы, подождите, вы, наверное, думаете, что я немножко неадекватен, да? Вот смотрите, застырение общественного инспектора по борьбе с коррупцией, застырение журналиста. Хорошо, хорошо. Что-то говорить, нет? Ну и что? Ну это вам не дает право не платить за спектр, правильно? Вы собственник квартиры? Собственник персоны. Вы будете добры, тоже возьмите для объективного разбирательства, возьмите документы на квартиру, вы являетесь собственником. Так, а я могу отказаться? Нет, не можете. В отдел полиции проявить? Вы явили теракт, не можете вы отказаться. Я вас пока добром прошу одеться и проехать. Не, не, вы не волнуйтесь, я поеду, я не отказываюсь. Это, народ, все, это, короче, говорят, в связи с тем, что заявлен террористический акт, это надо ехать в отдел полиции. Номер 3, да? Да. Все, я еду туда, вместе с полицейскими. Еще раз скажите, номер 002326 и 002254. Здравствуйте. Сейчас я воды попью. Здесь, а здесь я не могу. В интернете почитайте статью 207, что там написано. Заведомо ложные сведения. А почему можно? А я считаю, что это террористический акт. А, ну ладно. Дизнание закона не освобождает от ответственности. Ребенок вам с мешком в окно попадет, тоже террористический акт будет? Нет. То хулиганство. А тут разборки уже идут 3 года. Ну и какой это террористический акт? Вы заплатите? Ну как, приходят хулиганы какие-то. Какие хулиганы? ОПГ какая-то. Я сейчас докажу, что это не ОПГ. Сейчас приедем в управляющую компанию, возьмем все документы. В чем проблема? Давайте. А то мне это вот так не выдают вообще никак. Говорят, идите в интернет там и смотрите. А это же не документ. Так вы посмотрите. Антон, время очень... Я понимаю, вы посмотрите, дверь вы носили. Антон. Квартира полгода стояла без двери. Не в курсе? Антон, разберемся сейчас объективно. Я собираюсь. Мы не собираемся каждый день на это приезжать. Да и я... Свет, то воду отключат. А мы тут будем ездить на террористические акты, что ли? Нам заняться там больше нечем. А вы по-другому не выезжаете. Подождите. Я вас вызываю. Вы с управляющей компанией не можете найти никаких этих... Чего? Соглашений и всего остального. Ну да. Правильно? Ну да. Вы с ними договориться не можете. Мы тут при чем? Нет. Я с ними пытаюсь договориться. Вы посмотрите видео. Я у них все прошу. Да их с ними не надо. Надо заплатить за предоставляемые услуги. Что значит заплатить? Что значит заплатить? Что значит заплатить? На каком основании? Они же даже счет факторий не предоставляют. Согласно мосту. Согласно федеральных законов, постановлений правительства, которые регламентируют работу управляющей компании. Вы имеете ввиду 354? Все. Постановление. Так вот оно к жилым помещениям не относится. Только юрлист могут отключать, если вы не в курсе. Ну, как будто по жилым помещениям они сами думают. Сами решают, кого отключить, кого нет. Все это прописано в федеральных законах. И это не сами решают. Я два года назад общался с Чураковым, который был директором. Он мне напрямую сказал. Что написано? Он сказал, что не, он правильно вправит тот. Не, не, не. Он под видео сказал. Я сам решаю, пожалуйста, времени. Ну, решение именно вы принимаете, да? Отрезать провода или нет? Конечно, вы. Конечно. Мы просто думали, что суд принимает. Оказывается, вы лично принимаете. Он это заблуждает. Он под видео сказал. Я сам решаю. Вот вы говорите, не о нем. Напишите на него в суд. Это гражданско-правовые отношения. Это вот гражданско-правовые отношения, которые вы называете террористическим актом. Понимаете, нет? Так если бы это были гражданско-правовые отношения. Это физическое лицо. Правдачная компания и юрлицо. Правильно? Они бы предоставили хотя бы один документ, если бы это были гражданско-правовые отношения. Я думаю, что они предоставляли вам документ. Но вы там как-то вот все вот так вот развернули, повернули. Пускай докажут, что предоставляли. У меня все на видео есть. Я же видеоблогер. У меня больше 600 видео. Ну, видеоблогер. Я вам говорю, мы не собираемся каждый день ездить и тут разбираться, как вам свет отключают. Это вообще не наша работа. Не платите, значит? Видеоблогер. Настоящие у вас настоящие? Кто вы там, журналист или кто? Дайте посмотреть. Ну, этот Ермолаев из Следственного комитета писал уже заявление. И в ГОМ-2 ездил, отдавал объяснение. Не, ну это просроченное. Я вам не это показывал. Покажите, не просроченное. Не просроченное. Да что вы говорите? Вы эксперт? Я не эксперт. Давайте за ним на экспертизу походим. Ну, что значит за ним? Ну, вы сомневаетесь или нет? Давайте, ради бога, направим на экспертизу. В чем проблема? Так я же вам говорю. Ну, я вам говорю. Я навижу, что это и кто это. В ГОМ-2 уже ездит. Потому что оно цветное там и разукрашено. Это еще не говори, что... Сам Ермолаев. Кто такой Ермолаев? Начальник Следственного комитета. Давайте, собирайтесь. У меня ничего запрещенного нет, я сразу говорю. Да я не утверждаю, что у вас кто-то едет еще. А вы думаете, видеоблогеры-миллионеры, что ли? Нет, я не знаю. Вы живородящие или кто-то? Не живородящие, а живорожденный. Ну, это ваше дело. Ну вот, а вы обзываетесь. Вы хоть знаете, что мужчина не может рожать? Поговорите, живородящие. Ну, если вы считаете, что у вас кто-то действовал, а почему действует, не обжаловываете? Обжаловываете? Я же даже прокурора в суд вызывал. Дважды. Что дальше? А ничего, все противодействуют. Я не супермен, я не умею. Я же инженер-физик. Так я понимаю, ну, у меня либо адвоката нормально. Ну, какие шиши? Ну, какие шиши? Если блоги, у вас только законы. Да, е-мое. Ну, ничего. У меня вообще канал не был монетизирован до определенного времени. Ну, откуда? Какие деньги? Ну, да, даже за свет нечем заплатить, о чем я и говорю. Народ, еду в ГУМ-3, наряд полиции вызвал. Они сказали, проедемте с нами, короче, из-за того, что я сказал, туристический акт. Вот еду с ними. Прием. В ГУМ-3. А, а что вы мне как преступника? Давайте я сзади поеду. Ну, вы административно задержаны. Административно? Да. Плошное сообщение. Татья 19 минут. А там какая ответственность? Ответственность? Штраф. Какого размера? До трех тысяч. Ага. Ну, ладно, будем судиться. Антон, на время поездки телефон задайте, пожалуйста. Нет, я просто не буду пользоваться, и все. Это же это, вы же понимаете. Я вас предупреждаю, вы сидите под камерами, будете пользоваться. Я же сказал, двух понятых и займу все вещи у вас. Сядьте. Как вас зовут? Я буду в камеры наблюдать за вами. Как вас зовут? Павел, я вам сказал, я пользоваться не буду. Вы меня слышали? А на каком основании я вам должен верить, присаживать? Ой, у вас должно быть доверие к людям. Да, конечно, особенно причем такое. А что-то вы меня знать не знаете. Я-то вас знать не знаю, но у деятельности вашей обведомлен. Ну, тогда должны знать, чтобы у Бабушкиных целый мафиозный клан работал в УНВД из четырех человек. То есть, если бы я там тоже находился, я бы тоже в этот клан ходил, да? У вас фамилия Бабушкин? Нет. Так а там же вы сказали из четырех человек. Да. Бабушкин Владимир Анатольевич, его жена и два их сына. Да, вончик. Прямые родственные отношения. Я понял вас. Ну и что, это разве не коррупция? Я и с губернатором по этому поводу разговаривал, и с мэром. Я по данному поводу вам ничего не могу сказать. А, ну вот. Что, мы на Федорово доедем? Да. Я могу родным отзвониться, сказать, что на Федорово едем? Мы на Федорово доедем, он сам был отдел. Ага. Мы там документы возьмем по вашей квартире, в чем-то проблема у вас. А я смогу с ними пообщаться? Ну, вы можете сами сходить. Почему с нами должны ездить, общаться? Мы теперь работаем по вашему сообщению. Ну, так в том-то и дело, они там охране дали прямой указ, меня вообще туда не пускать, в ДСВЖР. Правда? Да. Вы правильно, вы там, наверное, неправильно себя ведете. Да ё-моё, всё на видео есть, посмотрите. У нас шоу здесь, или что? У нас здесь управляющая компания, рабочее место. Будьте добры, сюда пройдите вместе с вашим телефоном. Вы ко мне рукоприкладство применяете? У нас есть две бумаги через канцелярию. Вышел этот Русин Алексей Александрович и разбил мне телефон. А потом пытался уголовное дело на нас завести за то, что мы просто пришли две бумаги подать через канцелярию. Так и написал. Телефон, его потом отдел Э по борьбе с терроризмом и экстремизмом изымал. Из меня пытались террористы и экстремисты сделать. Да, ко мне домой ОМОН приходил. 30 сотрудников отдела Э, меня и всё моё окружение пытались сделать террористами и экстремистами. Правильно, у вас идеология какая-то непоятная? Какая идеология? Если вы требуете что-то оплатить, покажите правоостанавливающие документы. Кто вас ополномочил? По законам всё, РФ. Какой экстремизм и о чём? И вот тогда им не удалось из меня сделать террориста. И они мне сдали психушку на 62 дня. Вы чё сами были из себя делаемые террористы? Да какого террориста? Я чё, что-то плохое сделал, что ли? Меня в психушке не кололи, не пичкали. И просто удерживали незаконно 62 дня. По апелляции вышел. И куда не жалуюсь, что не обжалуюсь, волшебные отписки. Уже в прокуратуре выше моего роста стопка из моих сообщений о совершённом преступлении. Выше моего роста только в прокуратуре. И туда жалуюсь. Везде отписки. Я даже прокурора Балина и Ботвинкина вызывал в суд. Не слышали? Нет. Ну тоже их отмазали там. Ну это так и есть. Посмотрите на видео. Всё же на видео есть. Почему ваше видео не работает? Никто ему не верит. Все верят. Ну вот вы же не верите. Вы же сопротивляетесь. У вас же изначально недоверие ко мне. Так у меня всё подтверждено и документально. Почему клан Бабушкиных ушёл из полиции? Потому что мы доказали через следственный комитет и прокуратуру. Что-то подобное, подобный режим работы ближайших родственников в составе четырёх человек недопустим согласно законодательству. Едем сейчас в этот, на Фёдорова 5.3, это в управлевшку. Говорят сейчас они через полицейские говорят, что им предоставили все документы. А я могу выйти? Выпустите, пожалуйста. А? Ну как я с ними хоть пообщаюсь при вас? Да потом пообщаюсь. Ну а что? Вы же сказали вы это. Да какие скандалы? Я никогда не скандалю. Вы что? Мы тебя тёвы сейчас привозим в управляющие компании общаться. Ну а как ещё? А как иначе? Мы приехали свои документы взять. Ну вот, а говорили это выпустить. Вы же сказали, что позволите пообщаться с вами. Ну и с ними. Ну позволить, когда другого дела вас отпустят. А? Ясно. Тоже правды боитесь, да? Я не правды боюсь. Не, зачем вот это вот всё надо? Ну, с другой стороны, да, логично. Я вам просто говорю, у меня работы хватает, чем вот этим заниматься. Ну да, 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 согласен. Не подумал, что-то за вас. Я не блогер полицейский, правильно? Я просто делаю свою работу сейчас. А остальное мне неинтересно. Ну вот плохо, что вам неинтересно. Вокруг вас беспредел. Упейте, уйду, может быть и... А-а-а, вот все так говорят, все. Черт, незачем это... Вот каждый, и полицейский, и прокурор, и следственный комитет, все так говорят. И судьи, и секретари, и все так говорят. Что уйду на пенсию и выйду. Вот когда я уйду на пенсию, тогда, может, будет интересно. А так, что сказали, то и делаю. И пофиг, что это, люди страдают. Народ, снова отключили электричество. Сейчас это... Я позвонил в 102, сказал, что совершен террористический теракт дважды. И вызвал наряд полиции. Приехали быстро, что удивительно, на такое сообщение. Обычно вообще не приезжают и игнорируют. Вот. И, в общем, сказали, проедемте с нами. Будет ответственность там какая-то. А, узнали? Так вы только сейчас узнали, кто я. Ну... Че, ну? Ну, че вы лукавите-то, Павел? Если бы не знали, кто вы, я думаю, туда побольше бы спецслужб отправили. Правильно? А, вы в этом смысле? Ну. А, ну тогда, да. Тогда извиняюсь, что это сказал уже лукавить. Так, этот... Сейчас заехали в управляшку. Они тут собираются какие-то документы взять. Меня держат в обезьяннике в этом, в УАЗике сзади. И... То есть, ограничили свободу передвижения. Ну, сказали административно задержанный. Вот. И это... Потом поедем в ГОМ-3, отдел полиции номер 3. И там будут какие-то разбирательства. С утра в 9.15 было повторное отключение. Только их уже пятеро было. Не было Вероники Беляниной и соседки со второй квартиры. Как бы фиксировать все, да? Я для чего видео-то снимаю? Вы что думаете? Мне делать нечего, что ли, видеоблогерством заниматься? Я начал этим заниматься только из-за того, что... О, а вы курите? Здесь нельзя курить? Вот. Вот тут вот? Нет, тут в вашем отсеке нельзя. А, вот. Это... Я же почему видеоблогерством занялся? Я вынужденно все снимаю на видео, чтобы доказать, что я ничего не нарушал. Вообще ничего. Никого не трогал, не матерился, не рукоприкластвовал. И ни одного закона не нарушал. Ну, выясните, почему остальной народ в вашем доме спокойно живет, а вам все что-то не речится? Ну, потому что народ хочет до пенсии дожить. Да. Вот как вы. А все остальное пофиг. И не хотят разбираться ни в законах, ни в законодательстве. А мы разобрались. То есть, они втихаря вот эти все делают дела, а народу ничего не говорят об этом. Вы платите, вы платите. Вы же, типа, потребили. Хотя слово потребитель относится только к юридическим лицам. Вы просто, я вам реально говорю, вам это, до пенсии, я понимаю, что вам это неинтересно. Ну, раз уж появилась такая возможность, можете почерпнуть немножко знаний. Или неинтересно все равно. Вот в том-то и дело, что очень интересно живем. У меня очень много знаний. За это меня он, это, и пытается. Я пытаюсь вот сейчас, они подали в суд исковое заявление. Сразу перевели в упрощенку. Незаконно. То есть, это что такое? Это без присутствия сторон. Они хотят без меня все решить. Потому что знают, что у меня миллион доказательств, что они не правы. Это им мало показалось. Они вчера пришли, отключили электричество. Сегодня пришли. Дальше что, убивать будут, что ли? Я просто обязан сообщить о такой тенденции. Ну, никак же не сообщать так, что это террористический акт. А что такое террористический акт? Давайте почитаем. Турористический акт это достижение политических, идеологических, экономических, религиозных целей на систинный путем. А ты где читаешь? В этом, в Википедии? Я читаю Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 205. Там совсем другое написано. Это вам через телевизор сдалбливают, что это там какие-то политические, религиозные. А в 205 совсем другое написано. Вы что-то это... Руководствоваться, когда же клятву давали, вы же давали обязательство, руководствоваться законодательством. Подождите, подождите. В Кодексе просто идут разграничения по частям. Ну вот. Так нужно же в первую очередь на нормативно-правовые акты ориентироваться, а не на интернет просто. Тут, вы видите, например, в первой части что написано? Чтобы нестабилизировать деятельность органов власти. Так, а при чем тут власть? Там же много или-или. Смотрите, угроза. Опасность гибели человека. Плюс причинение значительного имущественного ущерба. Вот я считаю, что мне мы это... Цель какая у всего этого? Чего этого? У этого деяния. Какого? Ихнего или моего? Ихнего. А чтобы я не смог обжаловать их решение. У них задача, чтобы вот этот суд 12 февраля решился не в мою пользу. А я сейчас готовлю иски, возражения, то есть там арбитражные, постановления обжалую. А я это все делаю на компьютере. А они мне специально свет рубают, чтобы я компьютером не пользовался. Не просто не пользовался. Так еще и компьютер может сгореть от перепада напряжения. У меня этого и БПшника, источник бесперебойного питания, у меня его не это. У меня блок питания сгорит и может и материнку, и процессор зацепить. У меня там вообще пожар может быть. Так вот я и пытаюсь подать суд. Они мне свет отключают. Как я подам суд, если мне не на чем печатать? Вы что, с ума сошли, что ли? Я два месяца буду составлять от руки. Я думаю, время у вас нет. Нету в том-то и дело. Через 9 сколько? Сегодня третье число? Через 9 дней будет заседание. Заседание по поводу чего? Ну, они подали исковое заявление. Управляющая компания? Ну, якобы они, там у них, как говорится, нарушение на нарушении по законодательству. В ихнем исковом. Вот этот Матюшенко якобы подал, Григорий Александрович. Вот он и приходил отключать. И руководил всем процессом. И вчера, и сегодня. Так, приехали в управляющую компанию. Город Сургут, Федорова 5-3. Меня держат в этом, в обезьяннике, сзади в машине. Что-то, я так понял, они хотят истребовать. И вообще, на каком основании вообще отключение произошло? Приказ, там эти наряды и все остальное. Вот этого опросить электрика непосредственно, который отключал. А, кстати, я их все фамилии, имена, отчество знаю. Ну, это... Папполь. Ну, вы можете вот найти вот их всех здесь и опросить. Ну, это я что, целый день буду терять на опросе? Ну, а я что, должен без света сидеть? Вот такие дела ждем. Платите сюда и будете со света сидеть. Ну, что значит оплатить? Вот завтра придет человек с улицы и скажет, плати мне, я новая управляющая компания. А где доказательство? Ничего не знаю, плати и все. Вы будете платить? Павел? Ну, я же плачу. Ну, вот вам и ответ. Нет, а вопрос в том, что если завтра еще трое придут и скажут, а мы тоже управляющей компанией, плати нам тоже. Почему? У вас же будет платежный документ, что вы уже... Так в том-то и дело, что нету платежного документа. Вот эти анонимки, которые они присылают, они там ни печати, ни росписи, ГОСТу не соответствуют, а главбух ни за что не отвечает. Это анонимки и пустышки. Это не документ. Суд не принимает их к рассмотрению. Это рекламная брошюрка просто. Вы когда-нибудь акты выполненных работ видели по своему дому? А? Да. Да? А я ни разу не видел. А что у вас фамилии? Фамилия моей персоны, Булгаков. Что? Булгаков. Фамилия персоны. Ну, это международное право, потом поймете. Вам же некогда разбираться. Потому и не понимать. Как вы написаны? А? В паспорте персоны Булгаков Антон Николаевич. Уже полчаса стоим у ДЭС ВЖР. Они что-то там выясняют. Ну, один пошел. Второй вот сидел. Сейчас тоже куда-то ушел. Меня не упускают. Я просился там покурить туда-сюда. Они нет, все, типа сиди. Я опасаюсь, что они специально меня удерживают. Они сейчас могут там что-то автоматы там выдрать себе или еще что-нибудь подобное сделать. Мужчина, а как вас звать? Алексей. Алексей. Что, дали какие-то документы? А, конечно. Серьезно? Да. Ну и что сказали? Паспорте уведомляли обо всем. Каким образом? По средствам электронной почты, которые вы указываете с твоим обращением. Ну, а вы вообще в курсе, что только в письменном виде? Не знаю, что мне нужно выбираться. А, ну вот. А, ну вот. Ну, берут по объявлению вот этих водителей. И держат до пенсии. Не говорю. Не, я новости читаю. Не, ну ты там видишь народ меня видит куда-куда. А это? Соратники. У вас же начальник Дмитрий Луценко. Ну, вы здесь с ним общаетесь, нет? Ну, вот именно он направлял дважды меня в психушку незаконно. Он был, наверное, этим, начальником отдела два года назад. Ну, что я вам покажу? Ну, после пенсии поговорим. Когда на пенсию выйдете? Я все понял. Хочешь, он попули туда. Благодарствую. А то Дмитрий Луценко его сейчас увидит. Обрадуется? Я что-то раз в семь был. И все незаконно. Вот смотри, две цифры, да? Управедшая компания Дез УЖР в прошлом году выручка 2,6 миллиарда. 2,6 миллиарда рублей. А прибыль 4,8. Они с населения 2,6 получили, а прибыль у них 4,8. Откуда? У них есть другие источники дохода. А всего больше 7 миллиардов. Год. 7 миллиардов. Нормально? И ходит, отключает всех подряд. Позавчера отключили женщину на Егорской, 8, двое малолетних детей. Она им платит. У нее просто небольшая просрочка. Она за последние два месяца заплатила 10 тысяч. Я не знаю, это каждый случай индивидуальный. Ну вот. Нет, так двое малолетних детей. А она их как будет кормить? Руками разогревать едут? Так они мало того, что приходят и включают. Еще вот этот Матюшенко Григорий Александрович, юриспонсор, управляющий компанией, начинает меня при всех называть красивым, симпатичным. То есть провоцирует на конфликт. Красивый? Вы меня красивым назвали? Да, а что нет-то? Вы очень симпатичный молодой человек. Извините, а меня мужчины не интересуют. Поэтому меня красивым называть не надо. Я вам запрещаю. То есть вот сейчас вы уже понимаете, что кто к вам приходил? У меня все фамилии, имена, отчество есть. Вы знаете, кто это был? Это все со слов их. Они сами называются. Но при этом ни один документ не показывают. Ни удостоверение, ни паспорт, ни доверенность. Ничего не показывают. Ни одного документа. Даже они там акт какой-то составили, мне копию не выдали, хотя я требовал. Вообще ничего не выдают. Ни одной бумажки. Ну, пожалуй, если не право. Я вчера пожаловался, приехал участковый, взял объяснение. Что дальше? Где уголовное дело? Так быстро что делается? Все быстро. Я же разъясняю, я уже два с половиной года. Вот только в прокуратуре выше моего роста, моих обращений. Да, вы все прекрасно понимаете. Ну, так и вы тоже прекрасно все понимаете. Да. Все друг дружку прикрывают. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, это сигареты, зажигалки. С собой телефон обесширный либо выключаете, даете режимную часть. Телефон обесширный либо выключаете. А протокол изъятия? У вас сегодня никто не изымает. Здесь режимный объект, пользование высотой связью. Так я не буду им пользоваться. Вот смотрите, при вас бесшумный режим включаю. Задавайте его в режимную часть. А я хочу, чтобы у меня телефон остался. Мало ли что случится. Я вам объясняю, я им пользуюсь. Я не буду им пользоваться. Все, в кармане лежит. А, кстати, административно задержанные, кстати? Можно? Да. А где протокол задержания? Протокол задержания делают. Так, сначала в столе с протоколом, потом задерживают. Здравствуйте. На основании рапорта доставляем. Как жизнь? Продолжение следует... Я хочу, чтобы у меня телефон остался. Телефон отказывается сдавать. Телефон отказывается сдавать. Я хочу, чтобы он у меня остался. Мало ли что случится. Ну, в последний раз, когда я вам сдавал телефон, что-то все удалилось там у вас. Что там? Удалилось все? Протокол будет не может. Да? У вас тоже понятный, почему. А что, я не понимаю. Давайте протокол составляйте, что телефон изымаете. У вас не режим, но где я писать? Это не режим, но где? Это просто отдел полиции. А вы видели хоть один документ, подтверждающий, что это режим, но где? Ну, моя компетенция. Вот. Вас это не интересует? Как всегда до пенсии, да? На пенсии выйдут, там поинтересуют. Ну, что трудники, держим, участвуют. Они отвечают, да. У меня у них спрашивание, но смотришь, тут едет никогда. Ну, я-то за словом. Ну, да. Ну, то есть это ваше личное мнение, что это режим, но где? Он кто-то сказал, вы поверили, то же самое, говорите мне. Ну, да. Ну, да. Пускай будет так. Да, есть у вас маска? Нету. Нету у него маски? Мужчина, и дайте его сюда. Вещи свои все выкладывайте сюда. Мы сейчас их всех перепишем, наши вещи. А при выходе заберете. Я задержан? Да, вы задержаны. На каком основании? Статья 19.13. Заложен вызов полиции. Так, и какая мера пресечения? Административный протокол, он вас отпустит. У меня статус задержанный? Процессуальный статус? Какой у вас статус доставленного? Протокол доставки? Вот он, протокол доставки. Протокол доставки, это протокол доставления. Вы тут не компания по доставке. Протокол доставления. Вот, я его сейчас заполняю. Время вашего доставления, ваши данные. Так он должен быть доставлен, составлен еще до доставления. Почему? Время остается, когда вы пересекли порог отдела. Вот это время. 55? Есть 55. Ну, похоже. Давайте вещи свои будем переписывать. А если мне предоставить? 19.3 статья неповиновения сотрудников полиции. То есть вы требуете? Да, я требую. Законные требования. Это мои законные требования. Я хочу подчиниться под принуждением, под вашу ответственность. Марка телефона? Vivo Y19. Пусть будет Vivo Y19. Что еще? Четыре ручки. Людям потом давать покурить, куда-то сходить. Да ничего. Давайте сумку снимайте, покажем. Вы же тоже курящий. Вы курящий. А? Как не курящий? Я же видел, вы в машине курите. Это дым все улетел. Просто дым шел. Да? Давай. Печать. Как он там был? Гаков? Антон Николаевич. Анатолий? Антон Николаевич. Нет контракта или такой вернуть, чтобы... Да. Печать-то зачем с собой взял? Как ее называть? Зачем изымать эти вещи, которые вообще никак не относятся к делу? Вы данную вещь у себя можете какой-то вред причинить, пока здесь будете находиться, либо окружающим? Поэтому она временно забирается у вас. Как печатью можно... По голове ударить можете кого-то? Поцарапаться? Я не могу. Вену вскрыть можете? Я не могу. Значит, кому-то сделаете. Ну, что еще там у вас? И другим не могу. Ну, вот это зачем вы с собой взяли? Вот это. Ну, мне что, надо было галышом выйти из дома или что? Ну, при чем тут галышом вот эти... Зачем волосы отрастили? Что это, селфи-палка? Зачем волосы отрастили? Что, не могли побриться перед выходом? Так что ли? Надо было с собой диван еще взять и подушку. Ну. Ну. И подушку снимать. Пауэрбанк. Дальше. Леш, возьми корзину пока, куда вот это вот все ложить. Маска с диоксидом титана. Почему не утирается? А потому что она с диоксидом титана. Диоксид титана вызывает... И этот... И костные ткани. Ну, ты ее для чего с собой носишь? А, чтобы показывать другим. Вот такие маски заставляли носить на... Вас не заставляют такие носить? Мы жли на грече. Диоксид титана при вдыхании вызывает от... Легкие. Кстати, в антисептиках, которые стоят, там такие же. Главное, это реально. Ценность не представляет, поэтому писать я не буду. Сколько пачек сигарет? Раз, два, три. Шесть пачек сигарет? Для меня представляет, пишите. Градусник. Сейчас свое наше с собой, да? Ну, некоторые же пытаются этой лазером-пятинкой в глаза стрелять. Есть. Вот приходится градусник исполжить. Почему? Потому что я не хочу, чтобы мне каким-то лазером китайским, который не сертифицирован, и у которого... Ладно, я понял. И что, градусник помогает вам? Ну, им же температуру надо измерить. Так. Ну, достал их, кто измерил, все, пошел дальше. После того, как вам в глаза стрелили лазером? Нет, я не позволяю. Градусник для чего носишь? Еще раз поясняю. Приходишь в любое учреждение, они говорят, у нас типа эпидемика какая-то. Да-да-да. У меня уже места нету писать твои вещи все. Ну, давайте отдельный рисунок. Еще один? А как же? Пауэрбанк. Ну, в Рио у нас есть начальник. Тут 20-й год, 21-й переделывают. Да, они приносили. Ну, скорее всего, наверное, на задних сон делали? Не знаю. Ну, а то надо тогда и все его вложить. Дальше. Редми. Пусть будет Редми. Гостя, дорогая. Мне не суть важна. Редми, ты за ним что сделаешь или что? Ну, что дорогая? 4 рубля она стоит. Что она дорогая? Для меня дорогая? Ну, да. Это долг, 54 рубля. Конечно, дорогая. А кто сказал, что он не ездил? Еще? Вы сами решили? Есть решение суда. Решение суда есть? В чем решение суда? Только по решению суда человек может быть признан должником. Если вы не в курсе. Ну, Николаевич, давайте дальше. Сумку тоже сдавать? Да. На ней же повешать-то можно? Можно. Значит, надо ее суда. Я не знаю, что у вас тут происходит. Я не сигаряюсь, ничего такого не совершил. Я вас многократно здесь был. Я теперь понимаю. Тоже хотите, если она ее суда. В МВД, чтобы они вам лично подчинялись. Там есть пресса, что-то пришло. Думайте. А что вы не записываете ничего? Да что я не записываю такие бумажки? Давайте еще что-нибудь записываю. Сколько ли вы ваши теперь пишите на курсе? На спин. На спин. А что ты давал в курсе? Я не дедал. Я вам в этом пюре скидываю. Чего вы на личности переходите? Ну-ка расстегните еще хоть. Чего на личности переходите? Если у вас возникло личное неприятие, то вы просто знаете, всему есть предел. А я что, что-то нарушаю? Ничего не нарушаете. Ну, вы в чем проблема? Вы самый милый человек. Человек дня просто. Опять началось. Опять ерунки налишились. Вдруг завтра еще интереснее попадется. Так, стоп, 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 стоп. Распишитесь о том, что вы в 10.55 пересекли порог отдела полиции. Я могу присесть? Нет? Не знаю. Там опасный стул, он ломается. Видите, девушка тоже стоит. Ну, а что вы, девушка, с новыми стул предоставили? Я вот ничего не приносил. Я так же пришел, как и вы сюда. Так, а ручку я могу использовать свою? Господи, ну вы же в руках ее держите. Нет, это не мое. Это ваше. Ну, не исчезнет ваша роспись. Сейчас я прочитаю. Комар сел на лоб. Здравствуйте, вам печать? Да, да. Ну, суки, мир армии какой-то. Испитываете терпение, да? Какое у тебя? Так, к тебе. Без ущерба, без акцента. Оооо. Что, неправильное данное, неправильное у нас протокол выставления? Как вы считаете, неправильное протокол выставления? Как бы еще написали тогда? Стоп. Ну, это, Павел, я же пояснял. Нет смысла что-то пояснять, пока вы не выйдете на пенсию. Тогда у вас появится интерес. Хорошо. У меня забот, поверь, мне хватит без этого. Ну, тогда расписался, то будете. А я вы расписался. Где? Живой мужчина, хозяин меня. А, даже так. Ну, давай тут так же, тогда расписался. Это вот твои вещи все перечислены. Не все. Как ты там, живой мужчина по имени Антон? Или как? А в паспорте так же расписали? Мм? В паспорте так же расписали? Когда паспорт получал, не было таких знаний. А, таким он бы не был, да, тогда? Мм? Таким начитанным не было в программе. Ммм. Все, потом вопросов нет. А, пенсия тоже откажется? Государственная. А я на нее не рассчитываю. Да? Да. Я думаю, что ее отменят. Я думаю, я, наверное, не доживу. Ее отменят скоро. Я это еще в 2006 году сказал. Вы смотрите, что творится. Я с 2006 года не рассчитываю на пенсию. Ну, я тоже думаю, пенсию бы нам продавали, я бы сам там складывал себе, сколько мне надо, да? Ну, все равно пенсионерам неплохое пенсию платят. Так не крути. Можно заработать на это. Не на плохую жизнь. Ну, что там еще? Продолжайте мысль. Так я за вас дописываю, что вы мне тут изъяли. Вы же как? Если я откажусь подписать, вы же возьмите, позовете двух коней, ты же все, типа, отказался. Ну, прикольца за вас вашу работу делать. Да, конечно. Вы же не отказываетесь. То есть, вы же берете и пишите. Ну, понятно, что вы не подпишите, а вы там письмо пишите. Прям молитву такую. Почему маленький? Шар серый. Что вы пишете? Вот. Перчатка. Маска с диоксидом титана. Что там? Сохраняю за собой права. Ага. Ооо. Бывшие вещи. Черная сумка. Ну, зачем вы все... Вот же оно все есть. Вы просто подпишитесь, согласно вот этого списка. Зачем это все переписывать? Покажите, где здесь черная сумка. Здесь есть? Ну, скажите, я допишу. Я же вам говорил, допишите. А вы говорите, нет, не надо. Сами себе подпима устраивать. Черная сумочка, правильно? Не сумочка, а сумка через плечо. Сумка эта большая сумочка. Заканчиваем. А, ну, такие люди прям с утра заряжаются на целый день. Прям работать охота. В смысле, побить? Нет, просто работать охота. Энергия заряжает. Ну-о-о-о. Все? Все. А, роспись? А, копию? Я же говорил, я расписался. Живой мужчина когда-нибудь. Копию предоставьте? Дмитрий Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, как вам было. Нормально. Что вы делаете? А? Что вы делаете? Да опять публикации какие-то у вас постоянно. У нас? Конечно. Я думал, у вас. Да у нас-то откуда? Вы же знаете, я никогда ничего не нарушал. Ну, у нас тоже. Вообще все же ровно. Что вы? У нас все ровно. Вы же знаете. Ровно? Ровно все по закону и не как. Откуда? Делайте закон. Живой мужчина в связи не отголдов. Паша, мама. Да, да, да. Родичка. Паша. Ээээ. 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 Рыга. Маска надо его? Да. Не надо. Есть? Нет? Женец. Придам. Булгарков Антон, да? А делай носку. А? А делай носку. А, делай носку. Зима, не его привезли. Начали. Кто будет это все составлять? Почему его упали? Нет еще раз. Видимо. Вы из тренировок раз. Точно Булгарков Антон Николаевич? А его в базе нету, да, смотрю? Есть. Есть. Что-то им про... Булгарков? Да. Антон Николаевич? Антон Николаевич. А ты что здесь? Антон. Нет, кстати, я его поделал. А ты старшиной будешь быть? Ты вообще спросил, он есть или нет? Да. Нет, не страшны. Жека, почему ты говоришь, что он не сообщил, где он был. Кто-то его взял в теряр. Он поискану взрослых антон сказал. Ну. То есть, если он поинтечник, то есть административа, но он не знает, что это? Если он поинтечник, если есть доказательства, что он поинтечник, что он вообще говорит шизам, не шизам, то он не составит. О, он не смеет. А, конечно, он есть или нет? А? Что, можно его опять пойти или там, какать? Вот, как? Буквы. А? Да? Пойдемте, Буквы. Позвони. Скажите на них. Да. Что, вы знаете, начальник, присутствует, чтобы... О, Геннадий Ильич, что еще Дмитрий Николаевич вас углавный, что вы должны делать? Дмитрий Николаевич. А, все. Да, да, да. Да. Дмитрий Николаевич. Геннадий Ильич Николаевич, Геннадий Ильич, Геннадий Ильич Николаевич. Ну, в вашей папке. Ну, соответственно, ваша папка, там есть... Ваша папка, там есть... Я могу начать, что вы, да, поскольку, вы все равно с этим услышали. Что вы видите? Вообще. Я, типа. Да, да, да. Открывается он? Сейчас поедешь с Витей, поедешь. Поедете, вот, ПНД человека. Они выпишут, да? Ты его уже направляешь, ты направляешь. Не, направляешь тебе. А почему вы его направляете? Что? Сейчас едете, сидите. После этого. Находите на вольном. Когда проходят? Возможности, где стоит, там, где у нас есть. И не состоит, там, в области. А лучше его вообще на поиске не делать. А можно, наверное, стоить, можно учить. Поставление, сообщение, это теракт. Скажи, уколов-то на него. Не, ну, старшер теракт. Не, направление, как где взять? Да, только напиши. Отправляешь. Что ты, блин? А что, ну, ничего, шахов-то у меня делаешь? Нет. У меня, шахов-то у меня нет. Да, нормально. Нормально-то, направляешь-то, ребят. Взять. Нет, это не стоит. Я просто... Блин, я понял, что, если ты не делаешь, навозила, шахов-то писала, а как передать здесь нет. Ну, давай, не, это шахов. Ну, что, шахов-то сказал у нас сиденье, в Санкт-Петербурге. Я просто в ПМГ не надо мне был. Там куда? Прямо приемную или все? Ты заходишь, ты здесь... Ты понимаешь, что заходишь, ты справа, ты справа, ты справа, ты не делаешь. В Санкт-Петербурге, в 1913-м, если он состоит, научит исправление, если не страшно, то он не сидит. Он не стоит, и все, что да. Блин, что он нести, как-то, не знает, что он не состоит. А что, там снимаете? Желаю, что я ответил, свет не включаю? Да. Вот, я не знаю, вот. А сейчас вам факта не говорится, если что, террористический арт, и где хоть дом бы за мной, он просто к себе вызывает, не менее террористический арт. И еще раз. Он просто вместо того, что угодно в жизни, выражает свое мнение. Нормальный паспорт. Не знаю, почему он не дает. Какая смысл есть, навести его в чек? А это? Да, да. Да, да. Да все, все. Тоже самое, типа, террористический арт, и типа, угроза же. Ну, сейчас они подумают, я вам скажу, аг-мак состоятельный. Аг-прослушки, 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 записать протокол состав. Ну, выпишли и описывайте его. Почему он позвонит. Не везет цель разъединиться, кто он приедет. Ты сейчас в ПСД меня занелешься. Все, удается или нет? Да, он в 15-ю. Ну, ты наверно догадываешься, что нужно делать? На что? Надо, чтобы он отказался, наверное, под 10. То есть, под 6-9. Чтобы отказ был под 6-9. Ага. То есть, на номер 5-ю, чтобы открывался под 5-ю. Ну, да. Да. А если нет? Ну, пускай 10. И еще не получится. Ничего не получится. Ничего не получится. Так что? Ну, сейчас, ребят, здесь не надо. Ну, если он вдруг там подходит под этот, то, блядь. Вот тогда, да. Ага. Ага. Давай. 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 Ну, дай мне, ты глав. У меня. У меня. Нет, поймали, я сиди. Не дай бог, блин. А все, все. А, не дай я, блядь, до ПНД. Зашли вот только. Потому что. Пока еще не знаю. Не знаю, я. Что заканчивается? Ааа, у меня сильно в 4-3. Это как сказание? Чипер. Ну, не знаю, там его сказали. Более или менее. Спасибо. 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 Короче, смотри. Чёртман 69. Чёртман. Чёртман. Саша! Ну, зайди сюда. Как вы все церквили? А, уже. Чёртман. Чёртман здесь. Без оборотов на меня, без ущерба, без акцентов, сохраняя за собой живой мужчина, когда он именно напал. Вправо. Так. Чёртман. Живу. Саша, пункт. Живу. 6-9. Соответственно, нам уже по-любому свидетелю нужен, да, что он для этого не будет в состоянии. 6-9. Да. Вправо. 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 А основание мне его вытащить. То есть, да. То есть, ты хочешь сказать, что нам свидетель находится. А 6-9, да? Угу. То есть, направление, а... Вправо. 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 Я не знаю. Не знаю. А в секунде. Поцелу нам привести ее. Вот. От ни pub. От всего. Всё это справится. То есть? Вам чего passieren? Что ты... Чега будет... Делка ее подключила. Здесь есть? Да. Но он завтра встал. Ну он завтра встал нас, если ее съед справа есть. А здесь? Где меня? При меня. Почему? Как раз объяснение их нет, да и есть, что да, у меня есть, ну, какие-то тесты. Чё сейчас? Слышишь? Скажи, по 6-9, можно он свидетельствовать? А чём, дать, не приводнее, где у вас посидит? Ну, он свидетель как, то, что вам оказался. Ну, его этап прописывается, да, естественно, иметь собаку. Все. Слышишь, есть хорошие изменения? Из старых, я вижу. Ну, не замечаю. Ну, он всё отказался, а? Угу. Объяснил, что есть у нас, в случае? Я же. Ну, ты ездил, вы говорите, что? Единь. Они же около много продавали. Переходить по самому. Слышишь, и нельзя. Чтоб, блять, за едистью было бы. Потому что, блядь, надо сделать нормально. Упор была есть с вами? Звольник есть? И на долго? Что? Я говорю, ты на долго? Нет. Так. На основании чего-то. Ну, отказался. Дарить бы это так. А что там потом? Что? Ну, там не пишут. Выкрутай, давай. В голове выкатывай. В голове. Там у вас же нет? Есть. Так там что, на битве уже есть? Ну, чистый голове выкатывай и пишет. Всё. Ну, чё тут не было? А, ну, да. Просто, может быть, могло, да? Да, ну. А чё мне опять туда ехать? Нет, попроси, он только и друг. Да. А чё он тут Борику, сам. что он отказался на свидетельстве. Ставься, чак, и все. Был поставлен с домиком полиции, во сколько это, во сколько это, для показания медосвидетельственного свидетельства не пишет какого-то, а политического, который, когда по медосвидетельнику отказался. Вот это объясняшка, надо пригласить, он будет потом смотреть, а как же ты 695-красный? Там черт? Кто прогнал, блядь, протокол-акт? Он, блядь, черный акт. Да. Объясняшку тоже надо. Просто он отказался. Скажи мне, блядь. Шахматку, говорю, что надо? Ну, шахматку не надо, потом он, когда ты решишь. 20, 20, 21, 69. Вот это 695-красный. Вот это 695-красный. Как вам это понятно? Вот 695-красный. Ну, я вообще не хочу. Вот сейчас Дима, наверное, дадут посередине. Дмитрий Иванович, 699-красный? Брюли! 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 Ну да! Осталось! А, есть? Брюли! Колька Харна. Все. Мы ничего не надо. А там мы не тогда будем? Сегодня. Ну вот это вот. Зайди сюда. Пойдёмте. Что там у нас есть? Он в розыске или где? Нет, это это, в какую-нибудь террасу он заверил. Болгадов. Болгадов? Антон Болгадов. Живородящий. Ну. Вот. Они пока не могут. Поисники описали только 1915. Но его сейчас возили о судебе с тобой. И что показалось? Он оказался. По октазу на шесть дней. Чтобы уже прыгнуть на то шестное. Шесть дней? Есть акт. Всё по шинке. А куда они удаляли? Сказ? Это ты не можешь. А чё ты там вообще? А где шесть-девять и девятнадцать грамм за месяц? Чё надо? Он ещё за тени и по чём тебе улетит? Сообщился. То, что совершён. То, что совершён. То, что. Теористически. Так. Вчера. Ещё два раза. Теперь. Жизнь в опасность. У меня. Теористически. Я знаю как. Теористически. На самом деле мы включили свет. А кто-то там сзади уплаты. Ну довольно приятно. Уже включение закончилось. Я напишу. С своими работами. Задавали. Да. Так. То они виноваты, да. Они все-таки. Вот она пишет, что это его дым пришел, поэтому не записано. В стихоноломочках. Вгрусов. Так-так-так. Вы что, грузы кай! Ничего, никому не надо, что ли? Да ладно. Еще. Че-че-че? Что-то же опять, ну не правильно, да, не холодно. Это уже не нужно болтнение открыть, а вы опять же не открываете кого-то. Ну вот, если сейчас не надо, если она подключится, значит, и человечество сходится, значит, да. Блядь, и скажи мне, как-то еще в щеплописо донести, потому что мы заебем все отписывали за ним. Да, я узнаю. Ладно, сейчас с химсилем лучше. Не, правда, я думаю, что мы даем не кем-ярдое утонжение. Ладно, я попробую. Третьяная полиция поможет. Ладно, я думаю, что это помогает, помогает, нескольку. Ладно, ну, решает. Как бы с участковыми общались, все его знают. Все, да, ну, никто не решается, это не закрытие его. По факту, ну, по-моему, может, не менее, 2-го. 19-13 составится. Ну, все, все принято. 19-13 составится, у него и все. Да, он уже с собой. Да, ну, это вот, это нормально. Пока, да. Это нормально, пока он не будет. Сейчас, секунду. Павлович, ты в курсе живородящего-то? Нет. Который сообщение оставлял, потому что терапты. На совершенных тераптах сообщение оставлял. Думаю, не поехали туда. Нет, Бепса привезли, 19-13, можно вызов будет. Составляй. Ладно, дай, ну, шоу. Да, 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 я знаю. Поставай. Вот. Ну, что на работу устраиваться? С этого? Да, шоу. Да, идем. Ну, мне эти сами позвонили, сказали, что сзади сюда, на первом этаже, человек умер. Плохо стало. Я сказал, маски с дексиними тетям заставляют носить на агрессию. Декси тетям вызывает оттеку легких. Как я узнал, мне народ обратился, говорит, нас заставляют носить. Я заснял видеоролик, после этого их перестали заставлять носить такие маски. Будут сейчас тоже ничего не носить. Так можете посмотреть, как мы делали. Наверное, наберешь маски с дексинами встану. Все? С сынами? Да. Удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok